Мэр Владивостока Константин Шестаков посетил остров Русский для решения вопросов о дальнейшем благоустройстве его территорий. Так уже в этом году в поселке Поспелово появится новая лестница, которая свяжет жилые дома с остановкой. ТОС Поспелово выиграл полтора миллиона рублей для создания лестницы, которые бы связывали дома с основной остановкой. В этом году до середины осени данные работы будут выполнены и вот как раз та маленькая мечта жителей данной территории будет исполнена. Посыл очень простой. У всех есть возможность реализовать свои желания по благоустройству дворов вокруг своих домов. А отремонтированную хоккейную коробку на Поспелово передадут в управление спорта администрации города. Тем самым здесь будет больше спортивных мероприятий. Второе – это ремонт и строительство спортивных площадок и спортивного стадиона. Здесь на 20-й школе это ремонт, ремонт спортивной площадки и строительство на территории 15-й школы. Стадиона там не было в этом году, он к началу учебного года появится. Также в этом году продолжат асфальтировать дорогу от Университетского проспекта по направлению в поселок Экипажный. Об этом заявил Константин Шестаков во время общения с местными жителями. Это смелая идея на будущий год, о том, что все-таки нам нужно значительно дальше подминуться в будущем году по асфальтированию. Вот задача у нас подножия. Был затронут вопрос о продаже лекарств жителям острова. Так уже в ближайшее время во врачебной амбулатории на Экипажный 24 начнут их продавать. Об этом заявила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко. Уже можно будет заказывать лекарства. Как только мы сейчас находимся в активном поиске фармацевтического персонала, то есть нам нужен либо фармацевт и провиза. Не обошлось и без вопросов о ЖКХ. Так местная жительница пожаловалась на кровлю и межпанельные швы в их доме. Они давно пришли в негодность. В поручению главы города специалисты мэрии направят в ближайшее время фонд капремонта заявку с просьбой ускорить здесь ремонт. Также мэр Владивостока рассказал о передаче нескольких земельных участков острова в распоряжение муниципалитета. Сейчас прорабатывается вопрос строительства здесь новых школ и детских садов. Анна Дьякова, Новости на Восьмом.